Иордания – процветающее современное королевство, соединяющее Восток и Запад. Наследие древних цивилизаций и богатая культура. Поразительные контрасты, искренний и гостеприимный народ, благоприятный климат круглый год и многообразие впечатлений. Иордания приветствует вас! Петра является самой известной достопримечательностью Иордании. Петра признана одним из новых семи чудес света и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Более двух тысяч лет назад набатейские арабы основали Петру на перекрестке мировых торговых путей для торговли шелком, специями и пряностями. Древней караванной тропой вы проходите по узкому ущелью Сик и неожиданно открываете для себя потрясающий город с греко-римской архитектурой в арабском стиле. Посетите расположенные в окрестности площади театры, гробницы и жертвенники. Джираж – один из наиболее хорошо сохранившихся городов Римской империи в мире. Улицы, украшенные колоннадами, хранят следы римских колесниц. Джираж достиг пика своего развития во II веке и был частью греко-римского декополиса – союза десяти городов, населенных местными жителями, но культурно относящихся к Риму и Западу. На ипподроме Джиража вы можете наблюдать красочные исценировки военных учений римских легионов, бои гладиаторов и соревнования колесниц. Город Ум-Каис в античности Гадара находится на берегу Тивериадского озера, в Библии – Галилейское море. Культурный центр античного мира он вдохновлял поэтов и философов. Постройки из местного черного камня поистине очаровательны и уникальны. Полагают, что именно в Гадаре произошло одно из чудес Христовых – исцеление бесноватых. В раннюю эпоху арабских завоеваний для укрепления связи с отдаленными местными племенами шло строительство центров торговли ферм укрепленных поселений. Эти так называемые замки пустыни сочетают в себе архитектурные стили Рима, Византии и Персии. Роскошные термы Кусейр-Амра относятся к VIII веку и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стены в Кусейр-Амра украшены разнообразными фресками и относятся к периоду становления исламского искусства. Карагский замок был построен во времена крестовых походов. Замок представляет собой впечатляющий образец военного и архитектурного искусства крестоносцев. Замок Шобак датируется тем же периодом, что и Карагский замок, и расположен на склоне горы с раскинувшимися внизу фруктовыми деревьями. В Аджлуни вы можете изучить мастерство мусульманских военных архитекторов, которые внесли свой вклад в победу над крестоносцами. Замок Саладина контролирует основные маршруты в северной долине реки Иордан и в настоящее время окружен сосновым лесом и фермами. Акапский замок, охраняющий побережье Красного моря, был перестроен мамлюкским султаном в XVI веке. Рядом находится дом шерифа Хусейна Бен-Али, лидера Великого Арабского Восстания и предка нынешнего короля Иордании, его величества короля Абдаллы II. Иордания является частью Святой Земли. Место крещения Иисуса Христа, библейское вифание за Иорданом, связано со множеством событий истории религии и культуры. Начните свое путешествие с холма, где пророк Илья вознесся на небо. Следуйте тропой через пустыню к реке Иордан, где был крещен Христос. Новые паломнические объекты и церкви на берегу реки соседствуют с древними постройками христианской эпохи и базиликой, возведенной над пещерой Иоанна Крестителя. Папа Бенедикт XVI посетил это место в 2009 году. Город Ум-Ар-Рассас, окруженный крепостной стеной, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, не только из-за своей древней истории. Изысканные мозаичные полы, которыми украшены христианские церкви, относятся к периоду после VII века, когда Иордания уже находилась под мусульманским правлением. И это свидетельствует о многовековом сосуществовании разных религий. Мадаба и равнина Муава много раз упоминаются в Ветхом Завете. Во времена Римской империи здесь бурлила жизнь. Позже, в эпоху расцвета, Мадаба была важным центром византийской культуры, и здесь были созданы одни из лучших в мире образцов мозаичного искусства. На расположенной рядом горе небо завершились странствия пророка Моисея. В 2000 году во время своего паломнического визита Папа Римский Иоанн Павел II объявил Муковир одним из пяти объектов паломничества. Здесь, во дворце Ирода, Соломея после танца потребовала убить Иоанна Крестителя. Иордания является местом важнейших событий в ранней истории ислама. Здесь находятся священные гробницы известных пророков и усыпальницы с подвижников пророка Мухаммеда. Мир им. Толерантность и дружеское расположение и сегодня являются характерной особенностью Иордании, в стране, где вера освещает повседневную жизнь иорданцев, как христиан, так и мусульман. Укройтесь в самом сердце природного заповедника Аджлун. Используйте площадки для кемпинга, совершите поход по горам и лесам, где цветут черные ирисы и другие дикие цветы. Среди объектов экологического туризма и заповедников можно выделить оазис Азрак. Здесь драгоценные водноболотистые участки были восстановлены для привлечения перелетных птиц. И здесь же была восстановлена почти исчезнувшая популяция арабских ориксов. Захватывающий пейзаж природного заповедника Дана включает в себя перепад высот от 200 метров ниже уровня моря до 1200 метров в верхней точке и представляет собой несколько различных экосистем. В заповеднике Муджип вы можете отправиться в потрясающее путешествие по горам и долинам Иордании. Усладите свой дух и тело в самых уникальных местах Иордании. Отели мирового класса предлагают разнообразные СПА-процедуры и услуги специализированных медицинских клиник. Забудьте о проблемах, отдохнув на Мертвом море, где вода сама держит вас на поверхности, и расслабьтесь во время массажа или терапевтических процедур. Мертвое море является крупнейшим в мире природным СПА. Важными свойствами самой низкой точки на Земле являются минеральные соли и грязи, фильтрация солнечных лучей и богатая кислородом атмосфера. Самые впечатляющие природные горячие источники и водопады Иордании низвергаются с гор у Мертвого моря на курорте Ма-Ин. Еще со времен Римской империи сюда приезжали, чтобы погрузиться в горячие воды и встать под струи природного водопада. Сегодня прекрасный СПА-курорт предлагает роскошные термальные процедуры, наслаждение природным спокойствием и умиротворением. За яркими впечатлениями и приключениями отправляйтесь на юг. Станьте исследователем величественной пустынной долины Вадзирам. Ее ландшафт потрясал путешественников в течение тысячелетий. Среди них был и Лоуренс Аравийский. Исследуйте долину Рам пешком, на верблюзе, на внедорожнике или с воздуха. Поднимитесь на головокружительные высоты, водопады и скалы. Почувствуйте ритм пустыни. Попробуйте национальные блюда манцав или зарп. Устройте барбекю или разбейте лагерь под звездным небом. В Акабе, круглогодичном иорданском курорте на Красном море, совершите погружение к одним из самых красочных рифов в мире и понаблюдайте за яркой подводной жизнью. Насладитесь солнцем, морским бризом, подводным плаванием, катанием на лодках и другими видами водного спорта. Прогуляйтесь по историческому портовому городу с превосходными гостиницами и богатым многообразием ресторанов и магазинов. Столица Иордании Амман в античности Филадельфия – это многогранный город. В его старой части на холме возвышается цитадель, которая отражает историю и культуру города. Упоминаемый в Библии как Раббат Амман, город был также важным центром в римскую, византийскую и ранне-исламскую эпохи. Многонациональное очарование, умеренный и привлекательный климат, оптимальное месторасположение делают Иорданию популярны для проведения международных конференций и мероприятий. К вашим услугам – профессионалы в первоклассных сетевых международных отелях и конгресс-центрах. Присоединяйтесь к обширному списку ежегодных и специальных событий, которые проходят в самых уникальных природных и исторических местах Иордании. Музеи Иордании способны удовлетворить интерес любого, от археолога-любителя до поклонника классических автомобилей. Что в меню? Все, начиная с суши и заканчивая вкусными сэндвичами с фалафелем. Календарь событий заполнен уличными фестивалями, концертами, марафонами, выставками и театральными постановками. Иордания дарит вам оригинальные впечатления, уникальные приключения, встречи, идеи и острые ощущения. Иордания превосходит все ожидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok